Сейчас докажу, что существует перечислимое, неразрешимое множество. Перечислимое, но неразрешимое множество. Это, на самом деле, интересно, потому что вдруг оказывается, что эти понятия перечислимостей и перечислимостей в существу разные. Для того, чтобы это сделать, лучше всего разобраться с тем, что такое универсальное футбол и что такое универсальное перечислимое множество. Смотрите, когда вы имеете дело с любым языком программирования, есть такие примеры, которые бывают самые неожиданные, в том числе есть регионирование машин судинга, в том числе какой-нибудь, я не знаю, С плюс-плюс. Когда вы имеете дело с любым языком программам, то программа на самом деле является текстом. Это очень простая, но важная вещь. Даже если вы имеете дело с какими-то табличками или вы имеете дело с пространственными какими-то конфигурациями, графами какими-то, на самом деле любую такую штуку можно превратить в текст. В пространстве лучше всего просто выписывать координаты, где что, да? В случае каких-нибудь картинок выписывать, там, как, что, куда повернуть. Пусть длинным образом, но вы можете любую сложную штуку превратить в текст. Доказательство. Когда вы высылаете файл на печать, то файл – это, ребята, последовательность. А получается картинка. Согласны? Когда вы смотрите фильм, то файл, который читает ваш компьютер – это что? Строка 0 и 1. А на экране получается картинка, перемещающаяся и так далее. Но, в общем, действительно, поверить в это, так как называется, кризис черча. Что все, что угодно, вычислимо на машине Тьюринга или на любом, сколь-нибудь приличном для программированиях. Так вот, у вас есть тексты. А тексты медленны. А текстов данной длины – конечное число штук. И при одной и той же длине текст можно в словарном порядке упорядочить. То есть, вы знаете, да, по букве А, В, В, да, как в энциклопедиях, в словарях. То есть, можно договориться, что все существующие на свете программы вы загумеровали. Так, ребята, сейчас это центральное место. Вот, все учитывается. Представим себе, что у вас есть какая-то нумерация. Ф-1, Ф-2, Ф-3. Кстати, в этом месте очень четко и ясно, абсолютно ясно, насколько эта теория отличается от настоящего программируя. Потому что настоящему программисту в голову ему придет выписать все возможные программы и подряд запускать на выполнение. Потому что он понимает, что ему нужны какие-то конкретные, там, хорошо работающие, а не все подряд. Ну, хорошо. Есть центральный ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можете сделать такую штуку. Смотреть с номером М от числа К. Ребята, посмотрите, это вычислимая функция. Давайте ее назовем, ну, от слова универсальны, от двух переменных, от эл и от конкурса, от двух переменных. Но обратите внимание, почему она вывесательна. Потому что, взяв некоторое число М, фиксированное число М, вы получаете, вот в этом столбце, получаете М4, это какая-то численность. В каком столбце М217, в каком столбце еще, вы при разных значениях М, получаете все возможные вычислимые функции. То есть, для любой вычислимой функции, если Ж от К вычислимое, то существует такое число М, что Ж это ФМ. Что значит Ж от К, это значит, они определены на одних и тех же числах. То есть, если на каком-то числе функция Ж не определена, то и ФМ на нем тоже не определена. Если ФМ не определена, то Ж не определена. А если они обе определены, то это одно и то же число. То есть, это действительно универсально. Все существующие вычислимые функции, они следят. Между прочим, я не знаю, что это счетное множество. Это видно, что множество вычислимых видит счет. Потому что здесь просто объясню. Программу надо нумеровать по длине. То есть, чем больше программы, тем она будет дальше. А внутри, когда одна и та же длина, то по алфавитам. Так, отлично. Отлично. Это я объясню.